Скромный в общении, на работе ответственный и бесстрашный. В ряды слободской добровольной народной дружины Артур Лобанов вступил более пяти лет назад по рекомендации действующего тогда командира отряда. Начинал как все. Участвовал в дежурствах, патрулировал улицы вместе с полицейскими и помогал правоохранителям обеспечивать общественную безопасность. Спустя год на очередном собрании дружины избрали нового командира. С тех пор Артур Лобанов возглавляет местный отряд ДНД. Введение ограничений повлияло только на форму дружинников. Теперь ее дополнили маской и другими средствами защиты. А вот в объеме работы в период пандемии изменений не произошло. Дел по-прежнему много. За 2020 год сотрудниками полиции и участием ДНД выявлено 89 нарушений. Это в том числе хулиганство, распитие спиртных напитков, нарушение правил дорожного движения. Сейчас состав дружины насчитывает 45 человек или 4 отряда. Работники машиностроительного завода и красного якоря, отряд сформированный администрацией города и сборный отряд, который трудится совместно с ГИБДД. Набор в добровольную народную дружину по-прежнему открыт. «Все желающие могут прийти в отдел полиции и оставить заявление для участия в добровольной народной дружине. Мы вам всем рады». Свою работу Артур Лобанов называет будничной. Сотрудники ДНД не помогают расследовать громкие дела, не работают вместе с правоохранителями на местах совершения преступлений. Но патрулирование улиц и наблюдение за правопорядком важны не меньше, уверен командир Слободской ДНД. Эта работа как раз для того, чтобы преступления случались как можно реже.